И все-таки нам повезло быть, есть и оставаться частью единого целого. Частью того, что жилось на базовых принципах взаимоуважения и равноправия. Не было в царской России, ни в СССР ксенофобии. Мы жили одной семьей. Русский себя чувствовал уютно в Армении, белорусы строили заводы на Урале, таджики служили в Анадоре. Мы были частью дружной семьи и охотно делились кулинарными пристрастиями. Каждый знал, что плов изумительно готовит узбек, сало украинец, селедку латыш. Я не буду проходиться по ароматам из памяти тех, кому за 30. Кафе Горлица предлагает попробовать неразбавленный вкус Грузии. Сегодня это салат Кахетинский, хачапури, фирменная селедка, лобби по-кахетински и люля. Кстати, если вас таки задела нотка ностальгии по неиспорченному ширпотребам и индивидуальному нашему сервису середины 80-х, то бармен-официант и, естественно, соратник – это лучший официант Челябинской области. И это искусство с годами только шлифуется. Есть одно утверждение, которому я лично стараюсь придерживаться. Мне не должно быть стыдно за то, что я под тем либо иным соусом рекламирую. Я, естественно, будучи обременен кредитами, лизингом и ипотекой и арендой, не могу работать бесплатно. Но, тем не менее, свою свободу выбора работать с лучшими и возможность наказать безответственных и взорвавшихся, по крайней мере, никто у меня не отнял. Показывать и восхищаться этими плодами кулинарного искусства не стыдно. И, более того, немного обидно, что не был бы здесь и не был бы знаком с хозяевами этого чудесного места ранее. И, думается, если вы в душе пусть даже более гурманны, чем я, вы со мной согласитесь. А для этого надо просто приехать в кафе Горлицы.